Приуроченный Году памяти и славы Всероссийский диктант Победы пройдет 3 сентября. Подготовка к знаковому событию идет полным ходом. Так, в год 75-летия Победы Белгородский художественный музей подготовил тематическую выставку. Ее представят на площадках, где будет проводиться акция «Диктант Победы». 26 репродукций отражают ключевые сражения и события Великой Отечественной войны. За каждым плакатом кроется своя частичка истории. К примеру, плакат «Родина, мать зовет» был сделан в первый день войны. Динамичное произведение искусства отражает действительность здесь и сейчас. Задача художника – выхватить нужный момент и перенести его на бумагу. Создателю плаката Ираклю Таидзе это без сомнения удалось. Художник был у себя дома и забежала его жена. Ну, как каждая грузинская женщина, она эмоциональна, она очень жестикулировала. И она открыла дверь и закричала ему «Война, война!». И он, как настоящий художник, сказал «Замри». За каждой работой скрывается переломный момент истории нашей страны. Блоката Ленинграда, битва за Москву и Кавказ, Сталинградская битва. В годы войны советские плакаты были сильным и мотивирующим оружием против врага. А теперь экспозицию увидят белгородцы, принимающие участие в диктанте победы. Белгородцы ее смогут увидеть как в учреждениях образования, так мы будем в учреждениях культуры ее демонстрировать, в центрах культурного развития, в библиотеках, в ДК, в том числе и по области. Думая о том, какой бы передвижной выставочный проект мы могли бы предложить, чтобы не к нам приходили, а чтобы мы пришли к нашим посетителям, выбрали именно плакат. Жанр, который очень ярко, броско, конкретно и с помощью очень интересных художественных образов отражает в том числе и историю Великой Отечественной войны. Насколько хорошо знакомы белгородцы с историей Великой Отечественной, покажут результаты диктанта. Написать его может любой желающий. Акция входит в череду патриотических мероприятий, цель которых – напомнить, как важно знать свою историю и цену подвига. Хожу по всем школам, меня вызывают, и я все время беседую и рассказываю о героях Великой Отечественной, как была война и что мы сами делали. Преемственность необходима для нашего молодого поколения, как испытание будущих защитников Отечества. Пусть они знали, как было и что было, и береги свою родину, как мы. Акция – способ проверить свои знания и силы. В прошлом году Игорь Власенко вошел в десятку победителей. Решил попробовать свои силы и в этом году. Признается, хоть и работает учителем истории, при написании диктанта это не играло решающей роли. Там как больше с музыкой, с литературой, то, что, как говорится, подзабылось. Произведение там некоторых писателей уже немножко позабыл, читал давно. Диктант Победы – это лишь небольшая часть работы, которая проводится нами, общественным советом, в рамках партийного проекта «Историческая память». В прошлом году участие принимало около 8 тысяч белгородцев, и мы писали диктант на 71 площадке. В этом году мы рассчитываем намного увеличить количество участников. В этом году в регионе развернут 90 площадок. К акции подключатся в воинские части и кадетские корпуса. Диктант Победы пройдет 3 сентября. Диктант Победы пройдет.